Это касалось правил добычи пушного зверя, но сам владыка не любил похвал в свой адрес. В одном из писем к Андрею Николаевичу Муравьеву он писал, между прочим, «Имею честь припроводить к вашему превосходительству мое морание, несколько мыслей об улучшении торговли в Северо-Восточной Сибири, о чем я имел честь говорить с вами в Камчатке. Подобное дело совсем не мое, но я русский, и при том смею похвалиться не последней по любви к Отечеству. Считаю за грех не высказать того, что может служить в пользе его, то есть Отечества. В этих мыслях не ищите порядка и большой основательности, а тем менее полноты в изложении предмета. Это дело того, кто будет составлять проект. А я только хотел указать на те предметы, которые немногим известны, и которые, по мнению моему, необходимы. Такую оговорку добавляет, что я бы желал в случае, если это мое морание будет стоить того, чтобы его показать кому-либо, чтобы имя морателя умолчано, если только можно. Я не ищу славы себе, а пользы краю. Это одно из свидетельств, когда говорит о том, что не искал действительно владыка ни славы себе, ни похвалы за те труды, которые он предпринимал, нес и совершал. Короткий сухопутный путь к Охотскому морю – это заслуга святителя Иннокентия. Он в своих путешествиях сам его наметил и положил основание Альянского порта. По этой дороге человек, может быть, впервые прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентия. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной и неудобной, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил трап к Айяну. Это вот свидетельствует, так и пишет, опять же, писатель Иван Александрович Гончаров, которого я уже немало цитировал. Кстати, с Айяном, с этим портом Айянским, связано происшествие в жизни святителя, о котором я считаю нужным, необходимым упомянуть. В Крымскую войну Англия и Франция вступили на сторону Турции. Ну, это неудивительно. Все, что нам плохо, им хорошо. И в 1855 году английская эскадра разоряет порт Айян, но жители заблаговременно ушли в лес, с большей частью. Владыка Иннокентий прибыл туда, чтобы поддержать пострадавшую паству, собирал своих духовных детей, совершал молебны и требы, и даже крестил тех, кто успевали появиться на свет Божий в эти вот такие нелегкие, трудные дни. И однажды во время совершения воянской церкви молебна с коленопреклонением о даровании победы над неприятелем туда ворвались шумом и криком английские офицеры. Вот невозмутимое спокойствие Владыки и его благоговейное выражение лица поразили англичан. И заставили их смолкнуть и смиренно выждать окончание службы. После чего они попытались его арестовать, но он, засмеясь, убедил их не обременять себя лишними расходами на бесполезного пожилого пленника, а заодно отпустить захваченного в плен священника Василия Мохова с фрегата Диана. Но также, кроме священника, еще и раненых русских моряков. Впоследствии святитель Иннокентий вспоминал, «Если бы знали вы, англичане, о чем я молился тогда, то, наверное, тут же бы растерзали меня». Одна из заслуг святителя Иннокентия, конечно же, освоение Амура. Вот здесь, на этом слайде рисунок, картина, где свидетель стоит с Муравьевым. Впоследствии ему было еще добавлено, как звание, титул Амурский. Это друзья, соратники по жизни, по деятельности и церковной, и государственной. И вот надо сказать, что до сих пор, конечно же, в Благовещенске стоит памятник святителю Иннокентию, до сих пор жители Благовещенска с благодарностью чтут его память святителя, потому что он является одним, можно сказать, чуть ли не главным основателем этого города. Вот они вместе с Муравьевым Амурским выбирали это место, и как бы вот так вот художник символически запечатлел этот труд. В 1856 году святитель Иннокентий совершил путешествие по этой великой реке. Итогом этого путешествия стал его труд. Нечто об Амуре. В этом труде он доказывал необходимость создания, подумайте, ни больше, ни меньше, тяжелого Тихоокеанского флота. Это вот разносторонность, забот святителя, его усердного служения и церкви, и Отечеству. Кстати, некоторыми чиновниками Амур считался бесполезной рекой. Но не так считал Вадыка. Воображая, что может быть со временем на Амуре, и в то же время зная, что есть люди, которые явно не хотят и даже противодействуют Амурскому делу, это так писал святитель, невольно приходишь к мысли, уже ли эти люди превозмогут? А если так, то, конечно, так угодно Богу. А что Ему угодно, то и полезно. Следовательно, надобно покориться. Видно, не пришло еще время владеть нам Амуром, или, видно, не нам им владеть. Но со всей вероятностью можно сказать, что лишь только мы оставим Амур, а мы должны будем оставить его, если китайцы не дозволят нам селиться на нем и плавать с большими ограничениями, то или американцы, или англичане немедленно завладеют им и уже не будут так вежливы с соседями нашими. Но да будет во всем воля Бога-седержителя. Вот удивительное дело. Чиновники менее радеют о государственных интересах, чем владыка Иннокентия. Я бы сказал так, что далеко не каждый обладает вот таким усердием, таким старанием, таким умом, такого масштаба, государственного масштаба, каким обладал святитель Иннокентия. Иннокентий, он заботился о многом, я бы сказал даже обо всем. Вот, скажем, даже составил проект развития сельского хозяйства на Камчатке, где были хорошие пастбища, а скотоводства не было. По его совету на полуостров завезли 300 коров и раздали в крестьянские хозяйства. Ну, в общем-то, построили, кроме этого, еще первую животноводческую ферму. Он предлагал заселять при Амуре целыми селами тех, кто переселялся из Центральной России, так как они при переселении сохраняли уклад своей жизни, а центром уклада этой жизни являлся, конечно, храм, приход. Был против переселения ссыльных, сектантов и даже отдельных семей. Но с селениями переселять не получилось. Станичников отправляли по жребию, а многие не хотели. Боялись покидать свои насиженные места. И, в общем-то, на при Амуре стало попадать много сектантов и порочных нижних чинов. Это в одном из документов так написано, было постановление, кого туда переселять. А что такое порочные нижние чины? Ну, проштрафившиеся. И военные, и служивые. Но они, конечно, не могли способствовать улучшению духовно-нравственной обстановки там. И владыка, конечно, за это переживал. И его это не радовало. А владыка давал советы по развитию китобойного промысла и защите от иностранных китобоев. По развитию пароходного сообщения с материком и так далее. Это вот памятник Баранову, правитель Русской Америки. О нем мы раньше упоминали. Вот его проекты. Прокладка грунтовых дорог. Но я уже упомянул о тракте Айянском. По его плану, по его заранее, так сказать, прозведанному этому пути. Создание университета в Сибири. Тоже одна из его заслуг. Продажа Аляски, конечно же, не могла у владыки не вызвать глубоких чувств. Но в этом акте дальновидный святитель увидел положительные моменты, о чем писал оберпрокурору Святейшего Синода графу Толстому. Я усматриваю в этом событии один из промыслительных путей, посредством которых православие сможет проникнуть в Соединенные Штаты, где оно уже стало привлекать к себе серьезное внимание. И далее владыка по пунктам дает советы по принятию дальнейших мер по обустройству церковной жизни в Америке. Я их не стал приводить, довольно подробно. И вот наступил 1867 год. А владыка его, кстати, ожидал с некоторым напряжением, с какой-то опаской. Он своему другу, партерею Дмитрию Фетрову, писал «Я давно говорил вам, что 1967 год для меня что-то страшен». А в следующем письме «Да, собралось три семерки. 27-й год в епископстве, 70-й от роду и 1867 год. А 67-го я опасался и не знаю, что будет ныне в 67-м. Если переживу, то проживу, быть может, и еще несколько лет, хотя и слепым. Но куда мне ехать доживать?» К этому времени очень сильно ослабло зрение владыки Иннокентия. И вот совершенно неожиданно как бы вот это вот предчувствие, предвидение как-то сбылось для владыки Иннокентия. Каким образом сбылось? 19 ноября в Москве скончался митрополит московский Коломенский Филарет. Его преемником стал архиепископ Иннокентий, назначенный на кафедру московскую 5 января 1868 года. В Москве, когда он прибыл, его встречали, приветствовали. Отвечая на приветствие, Митрополит Иннокентий говорил, «Кто я, дерзающий восприять и слово, и власть в моих предшественниках? Ученик отдаленнейшего времени, отдаленнейшего края и в еще более отдаленной стране, проведший более половины своей жизни, не более как смиренный деватель малой Нивы Христовой, учитель младенцев и младенчествующих в вере». Новую кафедру Владыка застал в не самом лучшем положении. Он так писал, «По всем частям какой разлад! Все недовольны, все жалуются, а дела не поправляются. Народ, по крайней мере, около Москвы беднеет. Подати собирают усилием, отбирают последнюю лошадь и корову. В Москве праздного народа увеличивается день ото дня, и в Питере тоже. Что будет далее, никто не скажет». Вот так вот он писал со свойственным ему переживанием. Эти слова вот в одном из писем. И вот со свойственной ему энергией, конечно, Владыка принялся влучать ситуацию. Насколько это было в его силах. Много внимания уделял Владыка благотворительности, создавая приюты для престарелых и сирот. Создал православное миссионерское общество, председателем которого он был в течение девяти лет. Святитель Иннокентий очень любил Лавру, Кроица-Сергию. Он, когда приезжал туда, встретила его братья монастыря, крестным ходом встретила, навстречу вышла. И вот сразу проводили его, зашли в Троицкий собор, где Владыка Иннокентий совершил волебное пение. И, попрощаясь к преподобному Сергию, повернувшись к раке с его мощами, он попросил прощения у преподобного за то, что он говорил там поучительное слово. Вот такой вот один из эпизодов. Он устраивал там богадельни, приспособствовал созданию богаделин, приютов при Лавре, а также его заслужил в организации храма Покрова Пресвятой Богородицы при Московской Духовной Академии. Это тот храм, в котором те, кто учился, учатся в Московской Духовной Школе. Там, правда, сейчас еще давно уже и второй храм при семинарии, когда разделили семинарию Академии, как раз в бытность мою студентам. Ну, вот Покровский храм для меня, как для студента бывшего, это тоже родной храм. Также заботами, усилиями Владыки приждена в 1869 году самостоятельная, там раньше в Икаре был, самостоятельная якутская кафедра. Один из преподавателей Московской Духовной Школы так писал о митрополите. Новый митрополит, сам вышедший из рядов приходского духовенства, умел понимать нужды последнего и по своему благодушию не хотел ставить всякое лыко в строку, снисходя к человеческим ошибкам и слабостям. Он не требовал от духовенства абсолютного молчания, когда сам говорил, и охотно вступал с духовными лицами в разговоры, даже и шутя. Поклонов земных от духовенства он не хотел принимать, и я помню, как на первом его служении в Чудовом монастыре он, войдя в церковь и облачившись, быстро пошел к алтарю и чуть не отдавил пальцы деканам, которые, кончив его облачать, бросились перед ним на землю. Видимо, последнее его неприятно поразило, он сморщился, и больше уже никто не кланялся ему до земли. Все годы, когда владыка возглавлял московскую кафедру, его верным помощником был сын протеерей Гавриил. И вот владыка, обоставляя отца Гавриила, своего сына, на миссионерское служение на Дальний Восток, обратился вот с такими словами к Нему. «Иди на великое дело, указанное тебе Богом, но смотри, не охладевай сердцем в делании Нивы Христовой, умирай на ней и не озирайся вспять до тех пор, пока не исполнишь возложенной на тебя обязанности». Конечно, эти слова, я думаю, можно каждому из нас принять в свой адрес и как завет, как наставление для исполнения. в своем служении. Владыка Иннокентий, естественно, сам в полной мере исполнил это правило, этот завет. Но, повторяюсь, он очень не любил похвал. Вот есть такие его слова. «Могу ли присвоить себе что-либо из того, что при мне или через меня делалось? Ибо Бог видит, как мне тяжело читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят. Признаюсь, я желал бы, если бы это было возможным, чтобы нигде не упоминалось мое имя, кроме перечней и поминаний». Каково смирение, какова скромность перед Богом и перед людьми. Очень показательно в этом отношении духовное завещание святителя. «Прежде всего, воздаю благодарение Господу Богу моему, выну, благодеющему мне и хранившему меня во всех путях моих. Затем прошу и умоляю всех и каждого, кого я оскорбил или огорчил, или изобидил словом или делом, простить меня всецело и навсегда ради спасителя нашего, а также и я о нем же прощаю всецело и навсегда всех и каждого, кто когда-нибудь огорчил или оскорбил, или изобидил словом или делом, а также прощаю и долги тем, кто не в состоянии без обременения для себя заплатить их». Поступок великого человека, поступок великого святителя, поступок святого. «Прошу и умоляю не говорить никаких речей ни прежде, ни во время, ни после погребения моего. И вот тут какие слова хорошие. «Если и при тусклом свете истины, коим я водился в жизни моей, мне тяжело было слышать похвальные речи приветствия, то как я должен буду мучиться там, где сама истина, слыша похвалы незаслуженные?» Удивительные слова. «Великий в делах, в великих смирения» я могу от себя вот так вот сказать. И вот здоровье в марте 1879 года святитель Иннокентия пошатнулось резко, и он скончался в Великую Субботу. Господь сподобил его кончины в день своего погребения, в день, когда он почивал во гробе. И после погребения, конечно, понятно, звон, который огласил Москву, жителей Москвы по кончине их любимого святителя. И погребен был святитель Иннокентий в Свято-Духовском храме Троицы-Сергиевой Лавры. Сейчас мощи его попеременно открыты в Лавре либо в Успенском соборе, либо в Трапезном храме. Но кто в Лавре бывал, знает о том, что Успенский собор действует в теплое время года, а Трапезный храм Сергий воцерков действует в зимнее время, в холодное. Ну и, соответственно, и мощи открыты в зимнее время в Трапезном храме и в летнее время в Успенском соборе. Память святителя совершается. Ну, в календаре вы увидите две даты совершения памяти. Это день его кончины 31 марта и день прославления 23 сентября. Ну, еще есть две даты. Это 10 июня, когда собор сибирских святых. И 5 октября это собор московских святых святителей. Так получается, в общем-то, 4 дня, когда празднуется память святителя Иннокентия. Мне хочется привести вот этот слайд вам не показал, когда читал наставления отцу Гавриилу Вениаминову. Вот это его фотография. Вот мощи в Успенском соборе рака с мощами святителя Иннокентия. И вот я хочу привести слова Ивана Александровича Гончарова. Замечательные слова. О нем писали и пишут много, и много будут писать. И чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее становится эта апостольская фигура. Ну, хочу еще прочитать тропарь. Один тропарь приведем здесь, на этом слайде. Во вся страны полуночные изыди вещания Твое, яка приемши слова Твое, и же благолетно научил Иси, неведущая Христа светом Евангелия просветил Иси, человеческие обычаи украсил Иси, российское похвало святителю Отче наш Иннокентия, моли Христа Бога, спастись душам нашим. Есть и второй тропарь. Первый учитель прежде темным языческим племенам, первый возвеститель им пути спасительного, апостоль апостоль потрудивыйся в просвещении Сибири и Америки, святителю Отче наш Иннокентия, владыку всех моли, мир вселения даровати и душам нашим велию милость. На этом благословите, позвольте закончить свой короткий рассказ о святителе Иннокентии. Полностью описать его жизнь, его труды, это дело отдельного труда, объемного труда, а в рамках наших встреч, наших бесед, я думаю, не могу сказать, что я выбрал самое, может быть, важное, самое лучшее, самое интересное, самое назидательное, поучительное, вот, но материала действительно много и то, что мне показалось, вот, соответствует теме, я перечислил, я думаю, может быть, но судить не мне, судить вам, как у меня получилось или нет. Отец Олисей, хотел бы пару вопросов задать. Когда свидетель был уже на московской кафедре, как-то он вспоминал свои труды и свою паству? Конечно, его, он вспоминал свои дети, дети, вот, он писал о том, что, говорил, когда отвечал на приветственное слово, что младенцы, учитель младенцев, как я сейчас приводил цитату эту, и владенчествующих в вере. То есть, он беззаветно их любил, эта любовь сохранилась до самых последних дней. Но это не могло быть иначе. Это в каких условиях все это происходило? Какая простота, простосердечие было по отношению к своему пастырю, своему святителю со стороны тех коренных племен. они же любили его от всего сердца. Поэтому, конечно, любовь сохранилась и взаимная любовь. Я думаю, что и сейчас это... Скажите, пожалуйста, какие-то училища основал в тех краях? Семинария была. Он, значит, основал семинарию на Аляске. Она просуществовала недолго, а потом была переведена через некоторое время в Якутск. Ясно. А из местных жителей кто-то становился священником? Из Алиутов или Якутов? Да, становились. Но в то же время святитель Иннокентий эту цитату хорошо было бы привести, он сетовал на то, что местные, но не все, там племена разные были, и у всех разные были особенности, способности, отличительные черты. И он писал о том, что все-таки надо с России привозить миссионеров, священников еще, потому что тяжко, тяжеловато им давалось многим местным. И доверие, наверное, к русским больше будет, чем у чучек, камчедалам, и так далее. И доверие, и там он пишет их особенности мышления, интеллектуальные особенности. Говорит, кто-то, кто-то из каких-то племен, они хороши там, где смышленность нужна. А вот то, что надо знать священнику, уже становясь священником, они трудновато давались. Но там он перечисляет, какая народность, какой народ, чем отличались. И вот понятно, что эти особенности сказывались на вот этом отношении святителя, что надо все-таки из России кадры поставлять, так скажем. А в тех краях, где он был святителем, храмы в честь него имеют сейчас? Есть такие данные? Да, несколько храмов, сейчас у меня передо мной нет, но храмы есть в святителе Иннокентия. Вот буквально у меня тут, но сейчас я уже потеряю время, если я буду листать это. Но храмы, да. Еще, да, просьба такая, в группу Ейская горница выложить, может быть, ссылочки на материалы, которые вам известны в электронном виде. Видеофильмы, материалы и прочие вот по теме, стихи, для самостоятельной работы уже нам. Ацы разошлют по своим благочиниям, чтобы немножко закрепить эту тему. Я понял, Владыка, да, конечно, я ссылки на труды, на эти вот ресурсы, которые, ну, у меня книжки, которые я уже довольно давно покупал, я к ним когда бы вернулся, прочитал тоже давно, что-то забыл, что-то осмотрел, кстати, одну книжку не нашел, вот, поэтому пришлось восполнять по некоторым, я говорил уже о том, что первый раз прочитав вот книжку Освятителя Иннокентия, его письма, я выписал по интернету себе книжку от Гончарова «Фрегат Паллада». Именно из-за того, что в некоторых источниках, в том числе, которые были у меня, я ознакомился с цитатами из этой книги, и мне захотелось вот именно в первоисточнике это увидеть. Но книжка «Фрегат Паллада» довольно большая, вот, вот такая вот книга, вот, ну, конечно, я ее прочитал всю, чтобы прочитать несколько страниц, его святители. Но в этой книжке это вариант издания «Фрегата Паллады» при жизни святителя Иннокентия. Я говорил о том, что святитель ведь не любил, чтобы его хвалили, и Гончаров там очень коротко о нем отозвался. А после смерти было переиздание и отдельный еще очерк, по-моему, по Восточной Сибири он писал, там он подробно. И цитаты я уже приводил именно из подробного описания Гончаровым встречи, и не только встречи, а вот такого-то проживания в Якутске, общения, долгого, довольно-таки, общения с владыкой Иннокентием. И, как говорил, это свидетельство, многие исследователи жизни святителя Иннокентия считают бесценными эти свидетельства. Я так понял, на труды Николая Японского благостовел святитель Иннокентий, да, когда тут проездом был? Но он, да, но все-таки это проездом уже в Японию он ехал. Да, да, да. А вам знаком случай, когда будущий институт Николаев пришлось там немножко неправду сказать одной женщине? Вот я, по-моему, читал, только вот не помню, о чем это было. Я помню другой случай, когда владыка Иннокентий был в Японии. и уже был там отец Касаткин, он был там и святитель Иннокентий увидел у него книгу на французском языке. Не помню, там указывается какая книга или нет. И святитель Иннокентий ему сделал замечание. Ты, язык изучай, говорит, а это тебе сейчас не нужно. И да, вот скажем так наставлению святитель Николай Касаткин, он семь лет, по-моему, он занимался изучением языка. Это, конечно, очень такой, я считаю, немалый срок, но ведь зато это уже как бы второй вопрос или как бы второй, вторая тема или тема второго выступления в этой секции, секции миссионерства. вот, там, я думаю, кто будет выступать, это подробно расскажет, но ведь святитель Николай, он стал настолько своим в Японии. По сей день его почитают и... Ну, я думаю, для будущего святителя Николая, пример святителя Иннокентия, он, наверное, таким был тоже. Во многом, да. Вот я сказал о том, что святитель Иннокентий, когда слово говорил в Троицком соборе и обратился, просил прощения у преподобного Сергия, а еще раньше я говорил о том, когда они попали вот в трудное положение на море, не могли пристать к берегу, сколько дней они были в море, лишения уже начались, он же обратился к преподобному Герману Ляскинскому, если отец Герман, если ты угодил Богу, то помоги нам, чтобы ветер прекратился, и ветер прекратился. А святитель Николай Японский, это есть информация в его дневниках, я, к сожалению, еще не купил, но уже искал. Там читать можно, как бы, не все тома, но все равно я их куплю, конечно, с Божьей помощью. Так вот, есть такая информация, когда святитель Николай тоже в Троицкий, в Лавру прибыл, в Троицком соборе был, к мощам прикладывался, и он обратился к преподобному Сергию. Почему не даешь миссионера от себя в Японию? Буду судиться с тобой у престола Божия. Вот какое дерзновение. Дерзновение у святителя Иннокентия и дерзновение у святителя Николая. Это, конечно, во многом роднит. Ну, я думаю, я могу от всех поблагодарить за интересный рассказ, и думаю, все согласятся, что после этого святитель Иннокентий стал ближе нам, и когда мы попадем, даст Бог, в Лавру попадем, то, конечно, наделаем мощь его поклониться. И когда будем совершать богослужение, уже это родная душа для нас уже. родная, я с вами согласен абсолютно. Я когда начал знакомиться с его жизнью, я как-то вот в молитвах даже раньше как бы и не представлял. Ну, знаю, что святитель Иннокентий был, а теперь всегда святитель Иннокентий молит Бога о нас всегда. Я думаю, знаете, когда нам вдруг придется где-то в дороге тоже претерпевать трудности, то можно не только святителю Николаю молиться, особенно в тех краях, если вот где-то будем, то можно святителю Иннокентия вполне призывать на помощь. Да, да, вот я колено вылечу, может быть, еще в Хабаровск пригласят. Уже заочно родные места получается. Да, да, да. Ну, поблагодарим от всех. Я хочу ко всем обратиться еще по поводу, все-таки в сообщении я просил, чтобы видео не выключали, по возможности все-таки показывали свое видео, ведь это конференция, это не просто мы смотрим где-то в Инстаграме, есть смысл еще, конечно, смотреть на реакцию людей, это раз, и во-вторых, позаботиться о самой картинке, вот, в прошлый раз отец Василий Никитин, он это, верх ногами прослушал половину лекции, вот я уж попросил, батюшка, перевернись, пожалуйста. Да, по-разному бывает, или кто-то так вот урезанно сильно, видно борода, что за человек сидит, может только догадаться, вот, сейчас отец Алексей в темноте пребывает, я даже не вижу фамилии, отец Алексей, вот, совершенно в темном месте, вот, только у нас на небеса перебрался уже отец Константин, но это он за спиной имеет, я так понимаю, монохром какой-то зеленый, и дальше, пользуясь своими преимуществами знаний компьютерной техники, он, значит, сам фон меняет, может, от настроения, как у хамелеона зависит от настроения, как раз, так что, этой лекции он доволен, похоже, да. У него есть наушники, еще парашют осталось сзади. Да, 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 хорошо, приветствую Таджикистан, отца Романа, матушку вашу, ну, благодарю всех, кто прислушался к совету, значит, и картинку хорошую, и с матушками, конечно, это очень приятно, когда все семейства пребывают, но остальные, кто сегодня изображения не дал, призываю все-таки прислушаться, и так уж, одна вместе, такое заочное общение, очно-заочное, вот, но надо еще, смотрю, отец Вячеслав Трушин, так, похоже, не подключился, звука, наверное, он не слышал нас совсем, вот, и потом отец Никита Кузнецов, не знаю, звук слышал или нет, я видел, что у него аудиоустройство не было подключено, вот, ну, в общем, во всем про ответственнее, если телефон стоит вертикально, то картинка урезана, более панорамно получается лежит телефон, ну, всех благодарю за участие, думаю, это не потеряно для нас время, и мы обрели еще особого молитвенника на небесах, Встителя Иннокентия, Господи, Владыка, Господи, отец Алексей, спасибо, Господи, Владыка, спасибо, Господи, Алексей, отец Алексей, подставь, пожалуйста, на пару секунд, здесь заставка у тебя была, где сын Владыки, ты не успел сфотографировать, она так быстро исчезает, сын, сын, сейчас, сейчас, вот, нет, да, это можно всем почитать, конечно, потому что полезно, такое расположение, вот, да, да, все, снял, спасибо, Христос, он помогал Владыке, ну, отцу своему, и понятно, что из-за слабого зрения, под конец, он практически ослеп, полностью, он и почту разбирал, под диктовку писал письма, читал почту полученную, и в ответ писал под диктовку отца письма, также, надо в следующий раз изображение, ну, хотя бы секунд по 10 держать, чтобы успеть их сфотографировать, некоторые такие полезные, я не знаю, это хорошо отлажно, да, мелькали туда-сюда, более так, тщательно к этому, вот, я это, я немножко, текстом увлекся, а слайды не переставлял, но, для меня дело новое, я учусь только, сын вот сидит рядом у меня, здесь, но он тоже еще где-то, прозевал, матушка вышла уже, рядом была, я не вижу, матушка, а где отец Евгений, под Высоцкий-то, матушка, он не вошел в кадр, да, матушка, я здесь, просто тут, не вошел, да, да, ясно, а вот, вот ты, спасибо, хорошо, отец Евгений, мы на улице просто сидим тут, просто крестница, как-то приехала, поэтому мы тут все, да, а я чувствую, дыком потягивается, у костра сидите, ну нет, ну ноутбука сидим, когда ноутбук нагреется, тогда у костра будем уже, хорошо, до свидания, дорогие, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, отец Василий, отец Василий, отец Василий не слышит, слышит, отец Василий какой? Никитин, а вот он есть, да,